Приветствую! Сегодня мы разберемся с вопросом, а может ли полиция проверять документы в условиях военного положения? Действует ли закон о национальной полиции в условиях военного времени? Естественно, нас вопрос этот интересует в контексте вопроса следующего. А может ли полиция проверить документы с целью вручения повестки? И может ли она вообще вручать повестки? Друзья, хочу сделать небольшое пояснение, почему я снимаю видео о полномочиях государственных органов. Я здесь исхожу из принципа «предупрежден, значит вооружен». Только если мы знаем, какие полномочия есть у полиции, какие полномочия есть у ТЦК, Только в этом случае мы можем четко для себя понимать, какие требования их являются законными, и соответственно мы обязаны выполнить. А какие требования являются противозаконными, и мы уже не обязаны их выполнять. И именно с этим мы сегодня и разберемся. А начнем мы разбираться в этом вопросе со статьи 18 Закона Украины о национальной полиции. А если быть точнее, с части 3, в которой сказано, что «Звертаючись до особи або у разі звернення особи до полицейского, полицейский зобовязаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та предъявити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук». Как мы видим, у полиції есть обязанность представляться, обращаясь к человеку. Соответственно, в этой ситуации, когда к вам подходит полицейский, всегда просите предоставить удостоверение, зафиксируйте, в том числе и на видеокамеру, данные, которые содержатся в этом удостоверении, поскольку это не запрещено законом. То есть, если они будут говорить, что спрячь камеру, мы тебе не покажем, это их трудности. То есть, пока они не показали вам удостоверение, разговора вообще быть не может. Даже если вы держите камеру, а они отказываются показать, вот пока не показали, разговора у вас не получится. На сегодняшний день ни одним нормативно-правовым актом не запрещено снимать полицию, либо же проводить видеофиксацию документов полицейского. И хочу сказать сразу, что вот многие из вас здесь напишут, что, мол, у них же нет служебных удостоверений, и, мол, их полномочия таким образом не подтверждены в законный способ. Но, к сожалению, да, это так. Но, к еще большему сожалению, пока судебная практика не рассматривает отсутствие надлежащее оформленного служебного удостоверения у полиции, как основание для того, чтобы человек мог отказаться от выполнения его требований. Поэтому вот ту пластиковую карточку, которую они нам показывают, мы вынуждены, просто исходя уже из реалий, из реалий судебной практики, признавать удостоверением. И, соответственно, если полицейский его показывает, то дальше разговор должен продолжаться в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются законом. В самом же удостоверении я рекомендую обратить особое внимание на срок действия. То есть удостоверение, ну, хотя бы должно быть действующим. Пусть оно не совсем соответствует форме, но хотя бы должно быть действующим. Идем дальше. Переходим мы теперь к статье 32, которая называется «Проверка документов особы». И именно эта статья определяет основания для проверки документов. И вот давайте посмотрим и разберемся с тем, а как мы должны предъявлять документы. Должны ли мы передавать документы полицейскому? И вот здесь мы видим, что полицейский мае право вимагать в особи предъявления не документов, что посвящают особу, а документов, что подтверждают соответствующее право особи, а в способе, который даёт возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, что местятся в документах в следующих случаях. То есть, друзья, мы видим, что обязанности передать документы у нас нет. Достаточно просто показать, но показать нужно так, чтобы действительно человек имел возможность увидеть, прочитать то, что там написано. Но имейте в виду, что вот эта обязанность предъявить документы, она возможна только в определенных законам случаях. И вот смотрим, какие же это случаи. Во-первых, полицейский может требовать предъявить документы, если особа владеет зовнішними ознаками, схожими на зовнішние ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклое особи, або самовольно залишила місце для утримання військовополонених. В соответствии с требованием закона, полицейский, обращаясь к вам с требованием предъявить документы, должен назвать причину и конкретный пункт статьи 32 закона Украины о национальной полиции. То есть он должен пояснить вам, почему он проверяет ваши документы. При этом, к сожалению, законодательство не обязывает его, ну вот, например, в этом случае показать ориентировку. Конечно, очень бы хотелось, чтобы полиция уважительно относилась к своим гражданам, к своим согражданам и показывала, демонстрировала, что это не просто его вымысел, ну а действительно там есть ориентировка на человека, который похож. С другой стороны, при наличии желания можно найти, наверное, ориентировку абсолютно на любого человека. Поэтому в этом ситуации просите, культурно, вежливо, да, мы же не в конфликте с ними находимся, пояснить, почему и показать, собственно говоря, эту ориентировку. Второе основание для проверки документов. Якщо існує достатню підстав, вважат іщо особо в чинила, або має намер в чинити правопорушення. Вот это тот момент, о котором мы уже говорили в предыдущем видео. Здесь полицейский может, в контексте, опять же, военного положения, организации призыва, полицейский может вам в этой ситуации предоставить обращение ТЦК і СП к полиції, в котором будет указано, например, что именно вы, да, с указанием вашего имени совершили административное правонарушение тем, что, например, не явились по повестке, которая вам ранее выдана. Вот это, да, действительно является достаточным основанием, да, ну хотя бы какой документ есть. То есть это не просто должен быть вымысел полицейского о том, что он подозревает вас в совершении правонарушения. Снова же законодатель не обязывает предоставлять эти документы вам, но вот пояснить он вам должен и, собственно говоря, ну здесь опять же рекомендация просить полицию показать и подтвердить документально их требования. Следующее основание проверки документов. Если они ссылаются на этот документ, на этот пункт, то здесь всегда нужно просить их, опять же, показать, на каком основании они считают ту либо иную территорию, либо объект специальным режимом, да, что это территория со специальным режимом, или объект со специальным режимом, либо места осуществления специального полицейского контроля. Да, мы знаем там определенно и объекты, которые сейчас есть там объектами со специальным режимом, там, ну, условно, те же атомные электростанции, да, понятно, вопросов нет, если человек туда попадает, документы у него надо проверять. Здесь, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Да, есть у нас там специальные территории приграничные, да, где особый режим установлен, все остальное обычный человек не знает, да, и вот здесь задача полиции, полиции с человеческим лицом, да, пояснить и показать, возможно, там, приказ какой-то, да, возможно, это приказ военной администрации, либо еще чей-то, согласно которому тот или иной объект или территория является объектом или территорией со специальным режимом. И снова же обязанностей показывать это у них нет, но при этом надо на этом настаивать. Идем дальше. Пункт четвертый. Здесь, я думаю, ни у кого вопросов не возникнет, да, то есть если там тебя по каким-то причинам остановила полиция, увидела, что у тебя лежит оружие в автомобиле, ну, вполне логично, они должны это проверить. Пятое. Здесь это некий объективный фактор, да, документально его полиция подтвердить абсолютно никак не может. Ну, и здесь, по сути, вы, как человек, который находился, да, ну, и все в состоянии понять, что вот здесь было совершено ДТП, ну, и, соответственно, вы видите там, законное требование или незаконное. Ну, здесь о чем мы можем говорить, да, это все исключительно субъективная оценка полицейского уже, и, конечно же, мы, наверное, можем спорить с полицией, если мы просто шли по улице, да, ну, что называется, никого не трогали, ничего не делали, ты просто идешь по улице, и тебе при этом говорят, что мы подозреваем, что ты причастен к правонарушению, ну, конечно, это не совсем законно будет с точки зрения полиции. И в таких ситуациях, наверное, если вы четко понимаете, что у вас никаких признаков нет, ни к чему вы не причастны, то наверняка здесь можно отказываться, и надо понимать, что в дальнейшем, да, события могут по-разному развиваться, в том числе полиция может просто от вас отстать, да, а могут и задержать для установления личности. И у них такое правомочие есть, у них есть такая возможность, да, применить силу, но это не значит, что в дальнейшем вы не будете это оспаривать в суде, да, и требовать от полиции компенсацию, например, за незаконное задержание. И вот, друзья, мы с вами посмотрели 32-ю статью закона Украины о национальной полиции, где указано, на каких же основаниях полиция может проверить документы. И увидели эти основания. Но главное даже не то, что мы увидели, и мы знаем, когда полиция может проверять документы. Мы не увидели еще чего-то, да? А чего же мы не увидели? А не увидели мы с вами основания для проверки документов, которое бы звучало так, с целью вручения повестки. Нет такого основания. Во всем законе, и о национальной полиции, и конкретно в статье 32, где перечислены основания для проверки документов, нет такого основания, как с целью вручения повестки. И если мы изучим закон внимательно, то мы не найдем, в принципе, полномочия полиции вручать повестки. Даже если повестки надлежащим образом оформлены, да, и переданы полицейскому, что бывает, не знаю, вообще бывает такое, даже в этом случае полиция не наделена полномочием вручать повестки. Еще раз, друзья, повторюсь, почему я снимаю видео о полномочиях полиции, о полномочиях ТЦК. Да потому что в соответствии со статьей Конституции Украины госорганы могут действовать только в рамках тех полномочий и только тем способом, который предусмотрен законом. И если законом не предусмотрена проверка документов с целью вручения повестки, если законом Украины не предусмотрена полномочия вручать полиции повестки, то делать они этого не могут. Для того, чтобы вы могли проверить информацию, изложенную в данном видео, в описании к ролику будет ссылка на закон о национальной полиции. Если вы считаете данное видео полезным, то поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал. В ближайших видео я расскажу, что же делать в том случае, если к вам подошли представители ТЦК и СП и пытаются проверить ваши документы и вручить вам повестку. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.